здравствуйте это видео продолжение истории о котором я рассказывал в предыдущем видео ссылку я оставлю в описании там мы рассматривали вопрос о крышке радиатора когда клапан не держит давление и как можно ее проверить когда мы разобрались с этим вопросом и купили новую крышку ровно через две недели именно на том же перевале заметили что вода сильно разогревается и под машине течет антифриз дали машину чуть-чуть остыть и в первую очередь проверил крышку радиатора как это можно сделать я показывал в предыдущем видео контроль показал что с крышкой все по-нормально и работает исправно позвонили механику объяснили ситуацию сказали что с крышкой все порядке тогда ребята позвоните вот к этому человеку и он вам промоет радиатор думаю у вас засорен радиатор сказал он и дал номер телефона радиатор щека если это не поможет тогда приходите завтра и осмотрим мотор проинструкцирует он пока мы доехали до радиатор щека пути мы в интернете с помощью смартфона посмотрели несколько видео о промывке радиатора нам понравился один метод этот метод метод промывки радиатора с помощью белизни главное нам два показалось что этот метод надежный простой и дешевый когда мы приехали к радиатор щеку он нас обрадовала что промывка нам обойдется 80 лари это примерно 35 доллар мы решили самостоятельно промыть радиатор купили белизну это обыкновенное отбеливающее средство которое используют женщины для стирки купили дополнительную лимонную кислоту и поехали домой выпустили антифриз из системы охлаждения потом залили воду пол бутыли белизни и завели двигатель двигатель работал примерно 15 минут когда включился вентилятор и охлаждения через пять минут выключили двигатель и выпустили воду я думаю что этот процедура полный достаточной было бы но мы дополнительно промыли еще с помощью лимонной кислоты засыпали прямо вот так в радиатор лимонную кислоту и понемногу добавляли воду потом завели двигатель и когда включился вентилятор и охлаждение через пять минут выключили двигатель вылили воду потом проточной водой хорошо промыли двигатель и залили антифриз на следующий день когда поехали на тот уж и перевалит двигатель уже не перекрывался все было нормально так как мы походили так что удачными промыли радиатор и можно сказать что такой метод рекомендуется в следующем видео я расскажу как таким методом промыли радиатор охладительную систему гольф-3 которое тоже пила забыта криасим а и и Продолжение следует...